Приветствую вас и никакого вопроса в принципе вы не задаете, кроме развества того, что вы пишете о том, что у вас своего рода дилемма. Что вы живете с одним мужчиной, которого любите, которого любите как друга, а как мужчина собственно вы любите другого человека. И пусть с ним вы не живете, периодически встречаетесь, отдыхаете, он не серьезный, он вас часто обманывает, изменяет вам, да, и как бы чувств у него нет. Тем не менее, его вы любите, хотите быть с ним и в общем-то текотеете вы именно вот к второму мужчине. Значит, что вам хочется сказать. Во-первых, нужно для себя определить, как вы относитесь к тому человеку, с которым живете. Ведь он вас любит, он относится к вам искренне, серьезно, он, наверное, строит с вами какие-то плаганы, он, наверное, как-то планирует с вами будущее и так далее. И получается, что вы ему изменяете с тем, кто не любит вас. Получается, что вы своего молодого человека, с которым вы живете, используете для своих нужд, но при этом как бы душой вы находитесь с тем, кого вы любите. И с тем, кто не любит вас. То есть момент здесь такой. С одной стороны, в полиции вашего парня, с которым вы живете, вы поступаете к нему не очень хорошо. Потому что, ну, вы меняете ему, да, вы не любите его и, наверное, внушаете человеку ложную и пустую надежду относительно того, что будет с вами происходить в дальнейшем. И в этом плане вы поступаете по отношению к нему, ну, вообще-то говоря, нехорошо. И до тех пор, пока вы будете держаться за первого мужчину, то есть не будете независимы, вы будете, как это неспрофессионально звучит, зависимы от того парня, которого вы любите и который не любит вас. Здесь ситуация немножко другая. Если в первом случае вы пользуетесь своим мужчиной, с которым вы живете, то во втором случае мужчина пользуется вами, проводя с вами время. Но принципиально ваше отношение и ко второму мужчине тоже не меняется, потому что, так же, как и первого, вы используете его для своих нужд. Почему я говорю, используете для своих нужд, несмотря на то, что вы пишете, что любите его и что хотите быть с ним и так далее. Почему я все равно это говорю? Говорю я это потому, что вы любите человека, который к вам относится, ну, мягко говоря, потребительски. Вы любите человека, который вас, ну, воспринимает, мягко говоря, как временного, как несерьезного, он воспринимает вас как женщину, которая, ну, готова терпеть от него все вот это вот его отношения. Притом, что он может сам себе позволить вообще абсолютно все, как вы пишете в своем тексте, что он вам изменяет и вообще ничего серьезного с ним у вас быть не может. И возникает вопрос, а вот есть ли что-то общее между тем, что вы живете с одним парнем, а любите другого, который изменяет и своей девушке, и получается, предает своего сына, и который не доросит вами. Почему вы позволяете себе проявлять к вам такое отношение? Почему вы позволяете относиться парню второму к вам так? Ради чего? И ради чего вы живете с парнем, которого вы не любите? Для чего вам вот это все нужно? Вот лично вам какие-то такие потребности вы удовлетворяете? Ведь вы же ради чего-то живете с человеком, которого вы не любите. И по какой-то причине вы позволяете человеку, которого вы любите относиться к вам, мягко говоря, недостойно, не так, как вы того заслуживаете. И у этого есть причины. И вот эти причины и нужно разобрать с вами. Чтобы понимать ваш мотив. Мотив на такое поведение. Мотив на такое отношение к себе. И если вам ситуация, в которой вы оказались, не нравится, а я рискну предположить, что она вам не нравится, раз вы обратились к нам. Если вам такая ситуация не нравится, то вам нужно в первую очередь разобраться в своих потребностях и желаниях, которые сейчас явно вы не выделяете для себя. Отделить любовь от зависимости. Если вы терпите к себе здоровыми мужчинами, другого, которого вы любите, измены, наличие у него еще одной девушки, наличие у него, по сути дела, ребенка, семьи, его несерьезное поведение и так далее, значит вы это делаете в ущерб себе. Если человек что-то делает в ущерб себе, он всегда делает это ради чего-то, для чего-то. И вот это не любовь. Это потребность человека, потребность мужчине. Это зависимость от него. И вам от этой зависимости нужно избавляться. То есть по сути речь идет о том, чтобы перестать воспринимать людей как источники удовлетворения ваших потребностей и смотреть на них в большей степени, как на людей, которые являются самобытными, самодостаточными и воспринимают вас точно так. А вы, получается, для одного мужчины являетесь, что-то вроде, путеводной звездой, а для другого являетесь просто средством. И первому мужчину вы как бы предаете относиться к нему потребительски, а к другому человеку уже вы относитесь как к кому-то выше вас. Но он с вами относится потребительски и возникает порочное отношение как с одной, так и с другой стороны. Я не буду говорить вам о том, что нужно делать выбор, я тем более не буду говорить, какой этот выбор, каким этот выбор должен быть, потому что вы сами для себя это решите. Но, пожалуй, вот основным направлением вашего, скажем так, развития на сегодняшний день основное направление вашей работы с нами, если вы захотите это делать, если вы захотите с нами поработать, основное направление будет следующее. Как бы отделение себя от мужчины, в котором вы живете, понимание того, для чего вы это делаете, и честный взгляд на то, что у вас с ним происходит. Это все-таки использование мужчины. И с другой стороны, это избавление от любовной зависимости и понимание того, что это не любовь, это не чувства, это не отношения, когда человек, мужчина относится к женщине не как первой, не единственной для себя, а как к еще одной. И это у вас формирует заниженную самооценку, которая, по моему мнению, уже у вас есть сейчас. И вот вам нужно над этим работать, чтобы повышать уверенность в себе, повышать независимость в себе и повышать, наверное, свою самооценку. Возможно, нужно больше себя любить. И тогда возникает сразу вопрос, почему вы себя не любите, может быть, это произошло из детства, может быть, имели место быть какие-то комплексы и так далее. Но, тем не менее, работать вам нужно вот в этих направлениях. И тогда у вас, я думаю, начнет налаживаться жизнь, вы сможете строить отношения нормальные, здоровые, четкие, правильные, а не будет такого, чтобы с двумя мужчинами вроде как встречаетесь, но при этом ни с одним из них вы не счастливы. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.